Так вот, у Паскаля есть такая гениальная совершенно фраза. Она, конечно, выросла у него из очень глубокого религиозного опыта. И вот из этого глубокого опыта Паскаль родил такую фразу. Поэтому, агония Христа длится вечно, и в это время, то есть пока она длится, нельзя спать. Повторяю, агония Христа длится вечно, и в это время нельзя спать. Вот этими словами, очень образными, тем более вызывающими у грамотного читателя или слушателя, сразу ассоциации с некоторыми сценами из Евангелия. Как вы помните, сцена, которая повторяется трижды, по-моему, сцена, когда Христос, зная уже, что наступил час, просит своих апостолов побыть с ним и не спать, а не засыпать. А не засыпают. Но, понимаете, это как раз фраза такая, у которой настолько блестящая гладкая поверхность, что наше внимание и наши мысли соскальзывают с этой поверхности и не удерживаются на ней. То есть не проникают в его глубину. Ведь что сказал Паскаль в действительности? Мы можем сказать так. Что-то случилось. Например, Христа распяли на кресте. Он проагонировал. Паскаль в своей фразе указывает на то, что существуют вещи, которые не случились, а случаются вечно. То есть мы не можем в нашей душевной жизни, мы не можем принять это событие как совершившееся, а даже считать себя внутри него как совершающегося и при этом еще не спать. Вот это и есть длительность вот тех объектов, о которых я говорил. Повторяю. Существуют такие события, которые вечно событиствуют. Представьте, что вся Вселенная есть одна говоримая, но не сказанная до конца фраза. И мы со всем, что с нами случается и не случается, внутри нее. Хотя язык наш говорит нам, распяли. Цезарь перешел в Убикон. Христа распяли. Пушки у Фолькнера в решающем сражении между южанами и северянами выстрелили, и южане проиграли бой. А Фолькнер говорил, что для всякого юноши, 14 лет южанина, мир существует в то мгновение, когда развернуты знамена, пушки заряжены, но пушки еще не выстрелили, и за знаменами не пошли полки в бой. И, может быть, сражение еще не состоится. И без этого момента в душе юноши, если этого момента не будет, этот юноша не восстановит свое прошлое, не узнает, кто он есть. А это самая большая трагедия для человека, как я говорил вам, по-моему, большая трагедия. Не знать, кто ты есть на самом деле, и что с тобой происходит, и где ты. Где ты по отношению к центру. И теперь мы знаем, что является центром. Центром являются вот такого рода вечно длящиеся акты, которые не считаются случившимися. Это странные события, которые события, то есть события всегда есть, то, что произошло, но вечно случающееся, вечно происходящее событие. Я опять возвращаю вас к тему, которую я обсуждал вам в прошлый раз. Действительно ли на самом деле, а длится само собой, и оно будет в следующий момент времени? Нет. Если нет приобщенности к некой первичной активности, то есть, если ты не существуешь внутри длящегося акта и не спишь при этом, тогда в следующем шагу времени что-то будет. Есть ли ты внутри этого длящегося акта? И поэтому, скажем так, взгляд Пруста состоит в следующем шагу. То, что сейчас происходит, и есть вечная жизнь. Предумательно, не после этой жизни вечность, а вечность есть вертикальный разрез по отношению к последовательной горизонтали нашей жизни. Мы движемся все время вперед, и нам кажется, что вечно где-то после этого, или, например, другая жизнь, или бессмертие, или так далее, и так далее, и так далее. А философ утверждает, и просто утверждает, что в действительности этот вертикальный след нужно представить. Какой-то, каком-то, ну, Бергсон сказал бы, и Мадельштам, кстати, за ним повторял, что это веером связь. Ну, разворачивайте веер. У него есть связь в последовательности, а есть веерная связь, то есть вертикальная к развороту, к протяжению веера, вертикальная связь самого веера. Вот, что имеется в виду, когда Пруст говорит о обретенном времени. Все другое время по отношению к этому, которое я описываю сейчас, есть потерянное время. А обретенное время, время вот внутри этого вечно длящегося. И поэтому, я как раз это хотел сказать, просто не повторяю, но уже в других выражениях, что, Настя, Пруст сказал бы так, что то, что сейчас происходит, и есть вечная жизнь, если ты живой. Иными словами, в мире просто не существует воскресения после жизни. Если ты воскресаешь, то в этой жизни, а если ты в ней не воскрес, ты никогда не воскреснешь. То есть, если ты не восстановил живые состояния внутри этого длящегося акта, ну, например, заснул, как заснули апостолы, если бы они навсегда заснули бы, то есть выскочили бы полностью из этого акта, то они не воскресли бы. То есть воскресение в этой топографии нашей душевной жизни не после жизни наступает, а в этой жизни наша задача воскресения. Поэтому просто осторожно говорить, другая жизнь не после этой жизни, а вне, то есть вне, здесь имеется в виду этот вертикальный развод. Вот представьте себе, я смотрю так, ну, вперед я смотрю, по горизонтали. И в это время происходят события вертикальные по отношению к горизонтали моего взгляда, к горизонтали моего движения. Чадаев тоже самое повторял в письме, по-моему, Орлову. То, к сожалению, перед этим он говорит ему, что из трех христианских добродетелей вера, надежды и любовь, мы, к сожалению, должны отказаться от одной из них, а именно от надежды. От надежды, потому что в нашей ситуации, на что бы мы ни надеялись, а мы с надеждой только можем что-то предпринимать, чем больше мы что-то предпринимаем, тем больше мы погружаемся в болото. Вот вы представляете, что вы в болото, вы движетесь, что-то делаете, и чем больше вы движетесь, тем больше вы в эту трясину опускаетесь. От надежды мы должны отказаться. Только вы, к сожалению, не можете этого сделать, потому что вы верите, вы верите в то, что вас от другой жизни отделяет лопата гробовщика. То есть вы проживете в другой жизни, а там есть какая-то другая жизнь, после вашей смерти. Ничего подобного, говорит Чадаев. Этот мир, этот царство, здесь существует, если мы разрушаем другое, то есть духовно, конечно, разрушаем другое, и переключаемся жизненно куда? Вот в это другое царство, которое разрез этой же самой жизни. Никакого потустороннего мира нет для Чадаева. А это особый всрез того, что сейчас вот здесь вот происходит. И в этом среде жизнь. Живая и полная жизнь. Ну, более реальная, чем наша повседневная, обыденная жизнь. И вот я сказал, что это точка в то же время некоторого абсолютного Я. отличного от нашего психологического мира.